Девушки отдыхают Ну, я хотела работать Я готова была на норматив Я вообще, тренировки все отлично делала Я вообще готова была на норматив Просто я не готова была к такой жаре Жара, это другая работа Я никогда в такую жару не бегала Это другое С первых метров стало понятно? Или все-таки в какой-то момент был, когда было еще легко? Да, нет Три километра пробежала, потом уже поняла, что не могу держать 3.33 Потому что вообще воздуха нету Я бегу Как будто не я бегу Вообще это Чужой человек И еще воздуха хватает Душно Ну вот Когда был самый тяжелый момент на дистанции? Самый тяжелый После пятого километра уже как-то Я поняла, что На результат уже не получится После второго круга вообще тяжело было Остальное я вообще терпела Терпела как бы была Как вообще тогда 39 километров То есть только 3 километра, а потом стало тяжело 39 километров, можно добежать Что остановило от того, чтобы просто сойти? Я думала о команде Я добралась И не хотела подвести команду Под какое-то, что хотелось сделать Потом мне кричали, что я 28-я бегу И мне не хотелось быть 28-й И хотела быть хотя бы в 25-й И сколько раз тебя поищали мысли о том, чтобы сойти? Ну вот, понятно, что ты сказала сейчас про команду Но это все равно, мне кажется, на грани И даже у нас тут было желание сойти просто с дистанции Ну, были мысли сойти Сколько раз? Много раз каждый километр Но я это... Ну, все равно мелькали такие мысли Потому что я видела, многие сошли Некоторые вообще на асфальте лежали Как трупы, что-то так вот И это кстати А сойти были мысли, потому что тебе было прям так плохо? Или потому что ты понимала, что это совсем не твоя игра сейчас? Мне было очень плохо вообще это Ноги не поднимаются вообще После второго круга мне было очень тяжело Я думала, я вообще не добегу Я там умру, как некоторые там на асфальте будут лежать Что в голове спортсмена в этот момент происходит? Когда вот уже все Ноги не твои, руки не твои Что тебя двигало? Мысль-то какая-то должна была быть Ну вот меня двигала мысль о том, что Я наконец-то отобралась Это мой первый чемпионат мира Я не хотела вот первый чемпионат Как сойти на первом чемпионате Хотела вот, как могу добежать Такие условия в марафоне могут дать какой-то опыт? Или это уникальное? Вообще такого не будет больше никогда и не было раньше? Ну думаю, я получила свой урок Надо все равно вот смотреть, ну как рассчитывать На температуры смотреть там И, ну, надеюсь, что такого больше не будет А можно было к этому как-то подготовиться? Может быть, если бы раньше знали о допуске Как-то по-другому бы тренировались В других местах? Может быть Я не знаю, что в такую жару прям можно норматив показать Вообще я не думаю, что кто-то может в такую жару по 2.29 пробежать Где в России в следующем году можно будет пробежать на норматив? Вот заявлен сейчас чемпионат России по марафону в Сочи Хорошая идея? Ну, там говорят, трасса прямая Я там никогда не бегала И я думаю, что там можно работать на результат Потому что трассы там и горок нету, и подъемов нету Сардан, а после таких условий, после такого марафона Ты вообще на Сочи успеешь отойти? Ну, такой Ну, в принципе, сколько тебе нужно времени, чтобы сейчас себя пойти? Выйти на то, чтобы ты выходила на тренировку, не чувствуя вот этого бега? Мне кажется, это на всю жизнь мне заполнится Я так плохо никогда не бегала Даже я быстрее на тренировках бегаю просто А тут я вообще не... Я бежала и говорю, что это такое? Что это такое вообще? Вот такая мысль у меня в голове была Что за черт? Что со мной вообще? Ну, я понимала, конечно, что это жара все Ну, мы с тренером думаем еще раз Будем работать Будем все хорошо восстановимся И в следующий раз я буду готова на норматив Сардана, то что вы из Якутии привыкли, наверное, скорее к минусовым температурам Таким минус 40, чем плюс 40 Ну, я бегала в жару Европа, Азия Я бегала в шестнадцатом году, там было тоже где-то около 30 градусов Но вот такой... Влажности не было Влажности не было Влажности не было Тут даже бегу на то, что там пар стоит вообще как в хамаме Пар вообще не видно, видимость вообще 400 метров что ли Нет Сардан, когда видела вот эти вот трупы людей, которые лежали по трассе Вообще страшно-то не было? Было страшно Я сейчас добегу до такого состояния и меня везут обратно домой Нет, ну, я знала, что я добегу Ну, у меня была установка добежателей войсной крови в носу Ну, вот Было страшно, когда вот это все Да, было страшно Это было после второго Ну, даже... Да, где-то на десятом километре уже начали сходить Там кто-то падает, кто-то вообще это... Держится там у кого-то ноги там Ну, мне кажется, реальное издевательство, чтобы проводить на какие-то условия соревнования Как думаете, если бы начали сразу очень спокойно, было бы чуть легче? Не думаю Три километра и ничего не решают Я вот примерно три километра попробовала прибежать Если бы тебе сейчас... Если бы тебе в Дохе сказали, как тебе здесь тяжело будет Выбрала бы другой марафон или чемпионат мира Это чемпионат мира И если есть возможность, то надо ехать на официальный старт такого уровня Ну... Ну, вот Берлин, например, завтра будет Если бы тебе сказали, что в Дохе будет такое одище Ты бы поехала сюда или выбрала бы Берлин? Я бы, наверное, выбрала Берлин Учитывая то, что ты подводилась под Москву и тут вдруг прилетел допуск Смещение на неделю как-то изменило подготовку? Ну, я не знаю, там протянуть форму немножко... Нет, такого не было, потому что как раз совпадали с этим... Ну, типа пять дней и ничего не решают Мы готовились к московскому марафону, да, и пять дней вообще ничего не решили Ты планируешь стартовать еще до конца года? У тебя нейтральный статус, это подарок судьбы, ты не стартовала с 2015 года на международных соревнованиях Ну, пока посмотрим с тренером, как будем останавливаться, как начнем тренировки и вот отсюда будем сходить Ну, вообще, ты хотела бы пробежать до конца этого года еще один марафон, например, конец декабря что-нибудь в Азии Реально восстановиться и сбегать что-то нормальное? У меня в опыте такого не было, я в одном сезоне бегаю только один марафон Ну, это все тренер будет решать Сардана, как восстанавливаться будете? Что надо? Лежать, вообще не вставать, наоборот, какие-то легкие тренеры? В ближайшие дни как пройдут? Сначала в баню, в баню массаж В баню ходить не надо, вот мы уже в ней Мы в баню, мы только массаж Но все равно надо делать Как тебе вообще катар? Как тебе вообще катар? Я даже не смотрела Потому что там днем быть вообще невозможно Пройдешь там на 200 метров и все, обратно хочется Ну, а ты, Таня Не дави на больной, а? Ну, конечно, это ожидали, что будет лучше Дома лучше? Очень сыро, очень сыро Да, вообще, после катара я думаю Какое-то хорошее условие, я в Якутии живу вообще Какие хорошие у нас условия в Якутске И не жарко, вот летом Хотя у нас уже ссоров бывает Это даже не жарко, как здесь Влажности такой нету Я бы уже в Якутске где-нибудь стартовала По поводу питания все-таки Мизуренок сказал, что у них в отеле Я не знаю, вы в одном живете отеле с Пеларусами или нет Им не хватает именно марафонское питание Там паста, то есть макароны, рис Им готовят какую-то, вот я сказал, еду для спринтеров И даже нечего ей было поесть Да, есть такое вот Хотели перед марафоном макароны покушать А там какая-то вот уже Макароны с чем-то уже, с кетчупом или чуть-чуть Да, да, это, это И хочется такое кушать Ну, вообще, это, Таня не очень Много чего нет у нас, который в марафон, наверное, не нужен Получается, что, если я правильно понимаю, размяться перед марафоном толком было негде То есть вот вас привезли сюда на старт В эти условия сразу Да И вот в этой жаре надо было разминаться и разбегиваться Ага, в жарок приехали, в жарок разминались Тогда вот другие девчонки из команды говорили, что вот как им вас жаль, что предстоит бежать в марафон, не понимают Как это, вот вы когда сюда вот вообще из самолета вышли в Дохе, какие мысли были? Вчера было собрание, я по глазам видела, что всех меня жалко У нас тут еще мальчик заявлен на 20 км ходьбу Ага Какой совет вам можете дать? Не пойди Не начинай быстро Ну и побольше пить воды И терпеть Соскучилась по дому? У тебя был очередной заезд Сколько ты сейчас в Киргизии просидела? Два с половиной месяца Два с половиной месяца Я помню, ты весной говорила, что ты больше на такой срок не поедешь Ну, ради результата, ради тренировок, конечно, приходится ехать По сравнению с весной ты готова была лучше? Да Я все тренировки, все отлично сделала вообще это Я спокойно готова была сделать форматив Я очень хорошо была готова Вот жалко, что вот не получилось показать реально, насколько я готова была Вот мне очень жаль свою тренировку, свое время И свой труд И наш труд Это прям реально такое горькое сожаление Да Потому что я готова была на Романтип Мы контрольную тренировку сделали в Киргизии И вот я после контрольной тренировки всегда знаю, насколько я готова Я вот после контрольного знала, что я готова на 2.29 Быстрее до 2.29 Друзья, ну сейчас же получается, что там около половины сошло И теперь будет в легкой атлетике круг спортсменок, которые добежали в дохе Такой элитный, вы у него вошли Нет, по-моему тоже победа определенная То есть добежать здесь, сейчас эта победа все равно И с собой в обстоятельстве Неужели нет вот этого вот натворения, что я финишировал Я добежал вот в этих условиях Не просто где-то там по холодку, а вот сейчас Пока такого нету, пока такого нету И наверное не осознала Я же не видела за мной сколько прибежали и сколько человек реально сошли там Вообще будете пересматривать записи? Или лучше не пересматривать? У тебя было когда-нибудь такое же послевкусие от старта в жизни? Нет, никогда не было вообще Я так плохо никогда не убежала, так тяжело никогда не было Самый близкий по вот неприятным ощущениям марафон к этому? Вообще ничего близко? Нет Ладно Так никогда не было такого Да личник, твой у тебя 224 личник Как далеко ты по готовности сейчас находишься от него, как думаешь? И что нужно, чтобы вернуться на тот уровень? Разбеганность на международных стартах, я не знаю Или там три с половиной месяца в Киргизию, переехать в Киргизию Ну, тренировки покажут Ну, я думаю, что я готова бежать в Киргизию В Киргизию И что ты больнула из двух тридцати, что подумала? Я сначала испугалась, что она побьет мой рекорд Я вообще вот так вот сидела Вот так сидела Тыкала пуклу в воду Ну, этого не делала, но вот, я хотела, чтобы мой рекорд устоял А потом, когда, ну, я знала, что рекорд остался И я болела, чтобы она этот норматив не выполняла Ага, вот так вот Да, что, ну, я знаю... Безопасное боление Я знаю Марину, что она очень хорошая спортсменка и очень трудолюбивая И хотела, чтобы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова